Элементарно больно может, как вы видите, мокрота появилась, желтая, зеленая. Вот это факт присоединения бактериальной флоры. Только тогда нужно назначать антибиотики. Дожидаться желтой или зеленой мокроты мало кому хочется, поэтому желание скупить все антибиотики впрок, понятно, люди особо не рассчитывают на систему здравоохранения. Однако врачи не поддерживают самостоятельное применение антибиотиков и других лекарств против коронавируса. Они могут не только не помочь, но и навредить. Не нужно заниматься самолечением. Единственное, что можно призвать к самым банальным противовирусным препаратам, которые рекомендуют в аптеке. И то бы я этого делать не стала без консультации врача. Да, очень сложно сейчас попасть на прием к врачу. Трудности есть, но это все решаемо. Это сомнительно, хотя в крае начали работать так называемые колл-центры на базе медучреждений. Якобы туда реальные достучаться, если в свою поликлинику невозможно дозвониться. Правда, по телефону вам, например, не выпишут антибиотики и о своем самочувствии придется объяснять на пальцах. Вот эти колл-центры созданы для чего? Если появилась одышка или усилилась, активно нажимается кнопка в программе, разработанной Минздравом, вызов врача на дом. Если пациенту стало хуже, кнопка вызов скорой помощи и к этому больному тут же выезжает. То есть все отработано. С этим заявлением могли бы поспорить люди, которые несколько дней ждут скорую, врача, а потом резко оказываются в реанимации, уже в крайне тяжелом состоянии. Кстати, по словам врачей, сейчас едва ли не самый яркий симптом коронавируса – потеря обоняния. Советую также следить за сатурацией. И, конечно, это сатурация кислорода. Это пульсоксиметры – это прибор, который настолько четко. Они есть в гаджетах во многих сейчас, которые, кстати, неплохо мерят. Но лучший приборчик стоит от 1000 рублей в интернете, можно его взять. Только вот не у каждого пенсионера есть такие часы от яблочной компании стоимостью около 40 тысяч рублей, которые измеряют сатурацию. А вот купить качественный пульсоксиметр с лицензией – всего за 1000 рублей – это что-то из области фантастики. Дорожают и лекарства. Что еще больше пугает их, по-прежнему нет в аптеках региона. Допустим, по моей сети мы получаем порядка 1000 упаковок антибиотиков раз в неделю. Я могу сказать, что этой 1000 упаковок ранее хватало на 3 месяца работы. Дефицит лекарств фармацевты связывают не только с искусственным спросом, но и с цифровой маркировкой, которая затормозила продажу препаратов. Например, в аптеке упаковка таблеток есть, а продать ее нельзя. Такие трудности испытывают многие регионы. В пятницу систему маркировки решили временно заморозить. Специалисты заверили – уже на этой неделе ситуация в аптеках края не будет такой напряженной. Мы сейчас не дожидаемся, когда нам даст поставщик подтверждение о том, что товар можно дальше двигать. И мы его просто продаем через контрольно-кассовую технику. Кстати, в конце пресс-конференции врачи посоветовали принимать витамины D, C, квашеную капусту и лимон. Да и что еще остается, когда коронавирус не отступает, самолечением заниматься нельзя, а попасть в больницу сложно даже через связи и за деньги. Ирина Корчагина, Николай Шилко, День Столка.